Сегодня в программе указывая ПУЦ. Мужчины и женщины равны во всех отношениях. В том, что касается истинного библейского христианства, в Слове Божьем речь не идет о превосходстве и неполноценности между мужчинами и женщинами. Единственное различие заключается в функциях. Различные роли и функции мужчин и женщин не различаются по важности, но по своим видам. Сегодня в программе. Сатана никогда не приходит со словами «Эй, я, Сатана!» Я здесь для того, чтобы внести путаницу в вашу жизнь, чтобы внести разделение в ваш дом, в вашу церковь и ваше общество. Тогда нам было бы легко его распознать, но, к сожалению, он не действует открыто. А в Библии сказано, что он приходит как ангел света. Мне кажется, что, пытаясь разрушить наше общество, больше всего сатана внес замешательство в библейский баланс между мужчинами и женщинами. И сегодня это стало поистине нашей трагедией. Но куда большая трагедия, для меня лично, заключается в том, что лидеры церкви стараются дать новое определение, смягчить и изменить библейскую истину, чтобы приспособиться к этой ужасной культурной неразберихе. Вместо того, чтобы встать и отстоять истину, они сдались и капитулировали. На самом деле, они пошли еще дальше. Чтобы приспособиться к культуре и угодить ей, они изменили Слово Божие. А вот что я хотел бы напомнить вам относительно церкви в городе Каримф. Каримская церковь, несмотря на свою духовную незрелость, несмотря на то, что у них в церкви было множество проблем, и мы с вами в этом убедились в ходе этой серии проповедей, несмотря на их полную путаницу по некоторым вопросам, они уважали апостольский авторитет и божественную мудрость апостола Павла. Именно поэтому мы видим в этом послании, что апостол Павел в основном отвечает на вопросы, которые они ему задавали. И поскольку они уважают его апостольский авторитет и его божественную мудрость, они обращаются к нему с вопросами об образе жизни, а не о доктрине. Они задали ему вопросы, и апостол Павел, вдохновляемый Святым Духом, дает им ответ на каждый из этих вопросов. Вот почему первое послание к Каримфинам, эти вдохновленные Богом ответы на вопросы, так важны для нас. Я хочу показать вам любовь и уважение к авторитету апостола Павла. Это то, что современная церковь пытается сегодня подорвать. Во втором стихе он говорит им, «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». Некоторые переводы передают слово «предание» как традиция. Однако слово «парадосис» по-гречески означает совокупность учений, которые он передал им. Он не говорит о каких-то мертвых ритуалах и мертвых традициях. Нет, основная проблема Каримфской церкви заключалась не в учении, а в морали. Основная проблема Каримфской церкви заключалась не в богословии, не в доктринах, а в образе жизни. Они знали библейскую истину, но не знали, как применить эту истину в свои повседневные жизни. Они знали библейское учение, но не знали, как жить в благочестивой жизни. Вот почему апостол Павел хвалит их за их силу, прежде чем разобраться с их слабостями. В данном случае у них было запутанное представление о библейском мужестве и библейской женственности. Разве может быть что-то более актуальное для нашего времени? Библейское развлечение между женщинами и мужчинами, между ролью и функцией мужчин и ролью и функцией женщин всегда было проблемой для народа Божьего. Сатана создал это разделение в Эдемском саду, и он продолжает изобретать его заново в каждом обществе в истории. Как вы знаете, в нашей церкви мы проповедуем всю волю Божью и не пропускаем трудные места. Это то, чего хочет от нас массовая культура, и это хотят делать популярные проповедники. Мы этого не делаем. Очень популярно говорить, что нам нужно различать, когда апостол Павел говорит как раввин, а когда он говорит как апостол. Однако кому дано право проводить различия? В Библии сказано, что все Писания вдохновлены Святым Духом. Когда авторы Писания писали слава Бога, Бог давал им слова, как те, которые нам нравятся, так и те, которые нам не нравятся. Дух Святой — автор всего Писания без исключения. Но также вы должны понимать, что будь то Павел, Петр, Иаков, Иуда или Иоанн, любой из авторов Нового Завета, когда они писали, они не только были вдохновлены и направляемы Святым Духом, но они всего лишь излагали вечную истину, которая существовала во всем Ветхом Завете. На самом деле, я могу доказать вам из истории, что именно Иисус и Его Евангелие повысили статус женщин. Евангелие Иисусом даровало женщинам достоинство, честь и равенство. Евангелие Господа Иисуса Христа говорит, что в том, что касается нашего спасения, мужчины и женщины равны. В Первом послании к Коринфянам 11 главе Павел сталкивается с аналогичным смешением ролей и идентичности в Церкви Иисуса Христа. Услышьте то, что я сейчас вам скажу. Это действительно важно. Если вы думаете, что этот отрывок касается дресс-кода для мужчин и женщин в Церкви, вы упускаете его смысл, вы упускаете вечный принцип, который апостол Павел пытается здесь передать. «Вы упускаете самое главное». А принцип такой. Мужчины и женщины равны во всех отношениях. И помните, это очень радикальное учение, будь то у греков или у евреев. Это очень радикально. Павел сказал, что, хотя они во всем равны, каждый из них выполняет разные функции. В том, что касается истинного библейского христианства. В Слове Божьем речь не идет о превосходстве и неполноценности между мужчинами и женщинами. Единственная разница между ними — функции в их роли. Почему эти различия именно функция? Потому что Слово Божие касается только двух институтов — дома и церкви. Он не говорит о светской культуре. Запомните это. Я буду возвращаться к этому снова и снова. Дом и церковь — это единственные институты, интересующие Писание. Почему? Потому что, по сути, что такое церковь? Церковь — это собрание семей. А вот как Слово Божие показывает нам разницу в функциях и ролях, которые занимают мужчины и женщины. Посмотрите третий стих и подчеркните его в своей Библии. Я хочу показать вам, в чем суть аргумента, который здесь приводит апостол Павел. В третьем стихе он говорит, что точно так же, как Отец и Сын равны в Божестве. Внутри Божества они равны. Отец и Сын равны. Отец и Сын имели разные функции, играли разные роли в том, что касается спасения и служения. И все же оба они равны. Бог-Отец, Бог-Сын равны во всем. Это то, с чего апостол начинает свое объяснение. Это его первый аргумент. Подумайте об этом. Если бы Иисус Христос, Бог-Сын, не исполнил свою роль, человечество все еще жило бы сегодня в полной тьме. Нас с вами не было бы сегодня здесь. Не было бы искупления и спасения. Если бы Отец не желал этого, или если бы Он не желал пройти через агонию разлуки со Своим Сыном, мы бы все еще были во тьме. Отец выполнил свою функцию, Сын выполнил свою функцию, и все же оба они равны в божественности. Пожалуйста, послушайте меня очень внимательно. Павел никогда не делает различий между мужчинами и женщинами. Он никогда не делает различий между мужчинами и женщинами с точки зрения их личной ценности, с точки зрения их способностей, с точки зрения их инселекта или их духовного хождения. Вы никогда не найдете этого в Писании. Но это еще не все. Все мы знаем, что в некоторых областях женщины даже превосходят мужчин. И поэтому апостол, говоря о функциях, придерживается только двух институтов — церкви и дома. Дело в том, что разные роли мужчин и женщин не имеют ничего общего с превосходством. Но они имеют прямое отношение к функции точно так же, как отец и сын. Именно с этого он начинает в третьем стихе. Вот почему возлюбленные мои мужчины и женщины дополняют друг друга, а не дополняют друг друга, а не противоречат друг другу. И здесь Павел полностью переходит к книге Бытия и разъясняет вечный принцип. Он не придумывает никакого нового учения. Он не придумывает новомодные идеи. Он приступает к книге Бытия и начинает говорить о вечном принципе Бога, касающемся различных назначений и функций мужчин и женщин. Так что же делает в этом отрывке апостол Павел? Он просто восстанавливает роль мужчин и женщин, отведенную им Богом, чтобы они выполняли Божий замысел в своей жизни. Посмотрите еще раз на третий стих. О Христу, глава Бога. Что это означает? Что хотя Христос во всех отношениях равен Отцу, но все же такие места, как Евангелие от Иоанна 4 глава, 34 стих, 5 глава, 30 стих, 6 глава, 34 стих, снова и снова дают нам понять, что Христос пришел исполнить волю Отца. А почему? Потому что между Отцом и Сыном существует гармония, а в их понимании различных ролей, которые они выполняют, царит полная гармония. И он здесь говорит, что принцип касается именно церкви, а не какого-то другого места. Он говорит, что когда вы приходите поклониться Господу в церкви, не одевайтесь так, чтобы отвлекаться вниманием от Бога, и чтобы привлечь внимание к себе. Почему? Потому что вы собираетесь вместе в воскресенье, чтобы возвеличить имя Иисуса. И здесь Павел имеет дело с определенной культурой и проблемой, относящейся к Коринфянам, потому что он никогда не повторяет это еще где-либо. Он берет вечный принцип, и он применяет его к этой церкви, к их церковной культуре, поэтому нет необходимости в том, чтобы этот принцип повторялся еще где-либо в Писании. Но вот что вам нужно знать о Коринфе. «Женщины брили голубы, потому что хотели выглядеть как мужчины, а мужчины отращивали волосы, потому что хотели выглядеть как женщины». Павел говорит здесь, что различие между мужчинами и женщинами должно быть четким, но это различие не должно практиковаться или соблюдаться тиранией, а только любовью. «Отец послал Сына на нашу землю из любви». «Сын покорился Отцу из любви, а не по принуждениям». Так должно быть между мужьями и женами дома, и между мужчинами и женщинами в церкви Иисуса Христа. Могу ли я услышать на это «Аминь»? «Возлюбленные». Никогда не забывайте, что Сын так возлюбил Свою невесту, что умер за Нее. Он умер для того, чтобы Ее искупить. Но вот вам ключевой стих. Это одиннадцатый стих. Подчеркните его в Своей Библии. Стих одиннадцатый является ключевым. Поэтому стоит обратить на него особое внимание. Впрочем, не муж без жены. Ни жена без мужа в Господе. Дорогие друзья, шовинистическое отношение к женщинам, не говоря уже о жестоком обращении с женщинами, чуждо Писанию, совершенно чуждо. Высокомерное отношение мужчин и женщин чуждо Писанию. Я не могу выразить, насколько радикальным было это освобождающее учение Священного Писания в культуре Первого века. Это звучало очень радикально. А в греческой культуре, в которой проповедует Павел, они буквально меняли своих жен по своему желанию. И вот апостол Павел говорит, «О, нет, мужчина зависит от женщины, а женщина зависит от мужчины». Хотя мужчины и женщины выполняют разные роли и функции в христианской церкви, они не различаются по своему духовному значению для Бога и для церкви. Ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ну а теперь позвольте мне лично засвидетельствовать. Я думаю, подавляющее большинство из вас знают, что я собираюсь сказать. За последние 50 лет, если бы не поддержка и вдохновение моей жены, меня бы здесь не было. Если бы моя жена не выполняла исправно свою роль и свою функцию в семье, а вот уже более полувека, с тех пор, как мы вместе, меня бы здесь не было. Со всеми нашими взлетами и падениями. И мы поделились с некоторыми из них, с вами, когда делали серию проповедей о браке, мы говорили о проблемах, с которыми мы столкнулись в первые дни, и в средние дни, и в любые дни, но за 50 лет, что мы знаем друг друга, единственное, в чем мы никогда не расходились, это разные роли, которые Бог дал каждому из нас. Я знаю, это же можно сказать о многих из вас, если не обо всех. Новый Завет ясно дает понять, что женщины играют жизненно важную роль. Они сыграли жизненно важную роль в церкви, и это абсолютная правда. И точно так же духовное главенство мужчин не делает их независимыми от женщин. Различные роли и функции мужчин и женщин не различаются по важности. Они различаются по своему типу. Опять-таки, он говорит о доме и церкви, а не о светской культуре в целом. Могу я услышать? Аминь. Мы говорим только о двух институтах, о которых говорит Библия. И хотя одно из этих различий заключается в том, что женщины не учат мужчин, все же мы знаем, что женщины обычно наиболее влиятельны в формировании мужчин. Почему? Да потому что женщины незаменимы в развитии мальчиков, которые позже станут мужчинами. Признают мужчины это или нет? Мужчины зависят от женщин и наоборот. Но и в заключении, позвольте мне повторить, в чем здесь жизненно важный вопрос. Главная проблема здесь не в том, что женщины стригут волосы или мужчины отращивают волосы, хотя, вне всяких сомнений, Павел это не одобряет. Однако не упускайте из виду главную проблему. Не упускайте из виду болезнь, концентрируясь на ее симптомах. Суть вопроса, которым здесь занимается Павел, это проблема внутреннего бунта. Что же я имею в виду? Готов ли я принять то, каким Бог создал меня? Готов ли я принять это с благодарностью в своей жизни? Или я бунтую против установленной Богом роли? Вот в чем здесь суть проблемы. Проблема в сердце человека. Церковь не должна законодательно регулировать такие вещи, как прическа или стиль одежды. Это не ее задача. Это не суть проблемы. Это симптомы более глубокой проблемы. Основная проблема во все времена. Основная проблема всегда была и есть сегодня. Это мятежное сердце. Это сварливое, непокорное сердце человеком. Есть ли у меня в сердце то, что хочет бросить вызов в воле Бога? Есть ли у меня в сердце недовольство тем, куда Бог меня поместил? Принимаю ли я способ, которым меня создал Бог, и роль, которую Бог назначил и определил для меня? Или я действую не в той роли, для которой Он меня создавал? Я пытаюсь кому-то что-то доказать? Возлюбленные мои, так называемая битва полов не началась даже в церкви первого века. Битва полов началась в Эдемском саду. И первое, что сделал дьявол, это вбил клин между Адамом и Евой. Это первое, что он сделал тогда. Но слава Богу за Гефсиманский сад, где Христос выиграл битву, где любовь Христа одержала победу, когда сам Христос покорился Богу Отцом, чтобы совершить то, чего не смогли бы совершить никакие движения и никакая революция. Христос теперь может наполнить наши сердца, сердца как мужчин, так и женщин, радостью и довольством. Он дал нам только один путь к духовному довольству и совершенству. И это послушание, а не бунт. Могу ли я услышать святое «Аминь» в своей церкви? Субтитры создавал DimaTorzok